Это была Юта. Который делал параллельно «Рок-н-Роу» вместе с кормильцем, других коллективов на Московской почве. Сергей Галанин, «Сан-Шестер». Добрый вечер. Отрадно, что много людей в зале, и многие даже не могут войти на улицы, потому что уже в Сибири трудно работать. Это ведь не о том, что «Клубы-2» такой прекрасный, конечно, об этом тоже. А о том, что все-таки человек, чью память почти сегодня, мы с вами здесь сегодня по этому поводу человек, был очень, может быть, необходим даже нам. И если даже кто-то не знал его лично, но все, что он сделал, все было очень важно для нас. Хочется верить, что он сейчас в другом мире, в лучшем мире, где нет тревоги, страха, ненависти, предательства. В общем, всего того, что нам с вами еще кушать и кушать на этой грешной земле. Цветлая память Илья. Можно протестить мониторчик, чуть-чуть, а то он насвистит. Цветлая память Илья. Это музыка ангелов и мечетей. Высоку слезы и сними прогнозы, Рады в сердце души моей. Солнце уснут и другая звезда Нам скажет путь к золотым городам. Ты увидишь в небе море огней, Ты захочешь в нем искупаться, поверь. И душа взлетит, и поклухнет поджар, Круто сомкнется время, Ответа динекта, И ничто не вернется. Светлая память Илья. Светлая память Илья. Улетит, словно птица, Илья. Илья. Здесь любят драконы, Паруса кораблей. Высохнут слезы и сними прогнозы, И душа взлетит, и подухнет пожар, Вкруг замкнется время, ответ не к нам, И ничто не вернется, суета кан-кан. Улетит, словно птица в туман. Беречь друг друга и не терять друг друга из виду. Не привыкать друг другу. Мечтал, увидел, устремился, Спешил, ошибся, не достал, Разбился в древески, добился, Привык, забыл и потерял. Нашел, поднял, протер и спрятал, Закрыл, зарыл, припорошил, Не думал, не грешил, не лапал, Понаробился, задушил, Уехал, улетел, вернулся, Приплыл, пришел, приковылял, Устал, прилег, завис, очнулся, Завыл, залаял, заручал, Набился, протрезвел, умылся, Собрал, слепил, нарисовал, Смеялся, спорил, вновь набился, Привык, забыл и потерял, и потерял, Привык, забыл и потерял, Привык, забыл и потерял, Привык, забыл и потерял, Привык, забыл и потерял, Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сергей Галанов Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас очень трогательная сцена произошла Здесь, где охранники стоят, где музыканты пучкаются Подошла женщина, нормальная человеческая такая женщина, хорошая, говорит. Мне так хочется детям кормиться денег. Как это сделать? Я говорю, откуда я знаю. Судить мне тысячу рублей, передайте им. Вот что ты делаешь? Я передам детям кормиться эти деньги. Спасибо всем, кто понимает, что это делается. Спасибо. Спасибо безымянным тысячам людей, которые деньгами помогали, которые своим временем, своим трудом помогали. Спасибо вам, что вы все пришли. Мы большие дискуссии выдерживали по поводу места проведения и цены билетов. Опытные, умные люди мне говорят, ну зачем вы делаете дешевые билеты, делаются по 5 тысяч рублей, тогда вас давки не будет. Я говорю, есть и студенты, которые должны быть вообще кормятся, поэтому не хотят делать. Пусть так будет не заработать дешевые билеты, зато все, кто хочет, может, служить музыку и видеть семью хотя бы на экране, если его в жизни нет. Сейчас я вам хочу представить новую молодую группу, которая очень мне понравилась. Приехали друзья из Екатеринбурга, что меня насторожила, родина кормильца, говорят. Одна фестиваль, новый, старый год, старый Новый год. Это маленький такой Екатеринбургский выступ. Выступила замечательная группа, она называется Сталинград. Как Ленинград, не Сталинград. Ага. Но я был отчасти прав, потому что потом пояснилось, я увидел видеозапись этой группы. Мне очень понравилась такая блюзовая здоровая жилка. Это что-то вроде Роберта Планта, но только такого красивого женского рода Роберта Планта. И девушка действительно из Санкт-Петербурга, из Ленинграда бывшего солиста этой группы. И думаю, что созвучится Ленинград, Ленинград, здесь Екатеринбург не случайно. И эта группа абсолютно не случайная на этом фестивале. Но, скорее всего, писать более долгие дискуссии насчет блюзов. Он как человек решительный и революционный часто говорил, что ему не...